Украина должна вернуть все свои территории, даже если это затянет войну. Такого мнения придерживаются большинство респондентов из Эстонии, Польши, Дании, Великобритании и Франции. А вот Германии мнения разделились поровну. Одни выступают за полное восстановление целостности Украины, другие – за быстрое окончание войны. И только итальянцы и румыны по-прежнему поддерживают скорейшее завершение боевых действий. Мы обнаружили, что в ЕС, а также Великобритании и США, есть общее согласие относительно того, что Украине необходимо вернуть всю свою территорию. И такое мнение только укрепляется в европейских странах с тех пор, как мы задавали аналогичный вопрос прошлым летом. Сузи Деннисон, представитель Европейского совета по международным отношениям в интервью «Голосу Америки». Согласно докладу, большая часть американцев и европейцев едины во мнении. «Россия однозначно противник». Так ответили 71% респондентов США, почти столько же Великобритании и 65% в странах ЕС. Кроме того, все опрошенные рассматривают будущие отношения с Россией как конфронтацию. И только 2% респондентов в странах ЕС считают Россию союзником, а 12% – вынужденным партнером для своей страны. «Среди европейцев есть определенное ощущение, что мы пережили эту бурю. Мы можем экономически поддерживать позицию, которую занимаем в отношении России. И мы должны это продолжать делать из-за характера войны, которую ведет Россия. Угрожает фундаментальным правилам, на которых основан международный порядок». Сузи Деннисон, представитель Европейского совета по международным отношениям в интервью «Голосу Америки». По мнению авторов доклада, единство Запада было обусловлено тремя факторами – успехами Украины на поле боя, единением политических оппонентов для поддержки Киева и ведущей ролью Соединенных Штатов. «С самого начала Соединенные Штаты объединили союзников и партнеров со всего мира, чтобы надежно поддерживать Украину и ввести беспрецедентные, и я подчеркиваю, беспрецедентные санкции». Опрос проводился также в Китае, Индии и Турции. Около половины опрошенных согласны с тем, что война России против Украины должна прекратиться как можно быстрее, даже если Украине придется потерять часть территории, говорится в докладе. Есть те, которые говорят, что Россия является либо союзником, либо необходимым партнером. Они видят многополярный мир, в котором собираются образовывать прагматичные, основанные на их интересах союзы. Сузи Деннисон, представитель Европейского совета по международным отношениям в интервью «Голосу Америки». Примечательно, что два года назад в таком же опросе многие европейцы опасались, что в течение десятилетия Китай превзойдет экономический и военный потенциал США. Однако в 2023 году в каждой европейской стране, где проводили опрос, уверены, что США намного сильнее. Показатели варьируются от 58% во Франции до 76% в Эстонии. Война в Украине напомнила об американской военной помощи, что, похоже, успокоило европейцев. Из доклада Европейского совета по международным отношениям. В будущем американцы и европейцы, согласно докладу, ожидают, что глобальное доминирование будет проходить только между Вашингтоном и Пекином. А вот респонденты в Индии, Турции и Китае видят раздробленный мировой порядок с несколькими региональными лидерами. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.